Дорогие друзья, на нашем канале, где мы с вами ежедневно обсуждаем новости политики, экономики, новости фондового рынка. И сегодня у нас воскресенье, 24 января, значит на нашем канале выходит рубрика «Ежедневник инвестора». Ну а уже во второй части видео поговорим о ситуации на фондовом рынке, на рынке черного золота, на валютном рынке. Ну и конечно же обсудим политическую ситуацию в нашей стране, связанную это с массовыми выступлениями вчера, в субботу 23 января. Итак, дорогие друзья, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, по традиции мы начинаем с рубрики «Ежедневник инвестора», а уже во второй части видео обсудим ситуацию на рынках. В рамках рубрики «Ежедневник инвестора» напоминаю, выделяю те события, которые на мой личный взгляд могут оказать хоть малейшее влияние на ход торгов. Начинаем с понедельника, с 25 января, смотрим мы сразу же на европейский континент. В Германии опубликует индекс делового оптимизма, индикатор оценки текущей ситуации и показатель экономических ожиданий от Айфио. И глава Бундесбанка Йонас Вайман выступит с речью. За океаном выйдет индекс национальной активности от ФРБ Чикаго и показатель деловой активности в промышленной сфере Далласа. Также стоит отметить, что завтра стартует Довосский форум, пройдет он с 25 по 29 число в онлайн формате. Ну и, конечно же, важным событием завтра глава Палаты представителей Нэнси Пелоси передает документ по импичменту в Верхнюю Палату Конгресса, а именно в Сенат Соединенных Штатов Америки. Вот такие события нам приготовил завтрашний день. Перетекаем мы с вами во вторник, 26 число. Смотрим мы на азиатский регион. В Японии станут известны цены на корпоративные товары и состоится заседание комитета по кредитно-денежной политике Банка Японии. В Британии выйдут данные рынка занятости, включая уровень безработицы, среднюю заработную плату и количество заявок на пособие по безработице. В Швеции и в России опубликуют индекс цен производителей, также в России станут известны показатели промышленного производства. Вот на эти данные по России я обязательно обратил бы ваше внимание. Также в Соединенных Штатах Америки выйдет индекс розничных цен от Redbook, уровень доверия потребителей и индикатор цен на жилье. Американский нефтяной институт отчитается о запасах сырья за прошлую неделю. Среда, 27 число. В Японии выйдут индексы опережающих и совпадающих индикаторов. В Германии опубликуют индекс потребительского доверия от JFK. Во Франции уровень доверия потребителей. И опять-таки в Швеции выйдет торговый баланс за океаном. В США опубликуют индекс ипотечного кредитования от MBA и объемы заказов на товары длительного пользования. Что такое товары длительного пользования? В свое время в нашем аккаунте Инстаграме Invest Profit публиковали целый постик. Для новичков заходите, подписывайтесь. Там очень много полезной и нужной информации для себя найдете. Здесь мы сейчас останавливаться на этом просто-напросто не будем. Также важным событием стоит отметить это управление энергетической информацией. Сочетается о запасах коммерческой нефти в США за прошлую неделю. Данные по запасам нефти в США сейчас необходимо очень и очень внимательно отслеживать. Также состоится заседание Федерального комитета по открытым рынкам. Станет известно решение регулятора о процентной ставке. И будет опубликовано комментарий ФРС по монетарной политике. Ну и наверное важным событием станет это выступление президента Российской Федерации на Давосском форуме. Стоит послушать, что же скажет наш президент на своей речи. Поэтому на этот момент тоже стоит обратить внимание. Четверг, 28 число. Опять-таки смотрим на азиатский регион. В Японии выйдут данные розничных продаж и показатели инвестиций в иностранные и национальные бумаги данной страны. В Швеции выйдут данные розничных продаж, уровень безработицы и уровень доверия потребителя. На Швецию я уже по инерции обращаю внимание. Швеция заняла более такую риторику, которую ведет и весь Евросоюз. Напомню, чем мне эта страна была интересна еще первую половину 2020 года. Швеция пошла совсем иным путем, чем другие страны Европы. Она не стала закрывать свою экономику, не стала сажать страну на карантин. И таким образом спасла как раз-таки свои экономические данные от разрушения. Ну а Евросоюз мы сами знаем, где находится. Также в Еврозоне опубликуют индикатор настроений в секторе услуг, уровень доверия потребителей, индекс делового оптимизма в промышленности, показатель делового климата и индекс настроения в экономике. В Германии станут известны данные по инфляции, в том числе основной и гармонизированный индексы потребительских цен. Банк России предоставит объемы по международным резервам. Вот на эти данные я бы тоже обращал ваше внимание, насколько наши резервы увеличиваются, каким образом эти резервы увеличиваются, валютные ли, либо в золоте, как себя ведет те же самые наши накопления. Ну и конечно же в Соединенных Штатах Америки опубликуют первичные повторные заявки на пособие по безработице. На данные по рынку труда сейчас стоит обязательно обращать внимание, в связи с тем, что нынешний президент Америки Джо Байден увеличивает эти пособия. Сейчас готовится этот стимулирующий пакет и мер, и данные по безработице нам теперь будут крайне и крайне важны. Также будут опубликованы данные экономического роста за четвертый квартал 2020 года. Эти данные нам необходимо понять, потому что на прошлой неделе мы получали с вами данные по Китаю. Напомню, да, что данные по Китаю вышли очень и очень позитивные. На данный момент китайская экономика является лидером мировой экономики. Посмотрим, какие цифры предоставят данные по США. Эти данные способны на самом деле повернуть фондовые рынки Америки уже в довольно-таки сильное коррекционное движение. Также в США будет опубликован базовый основной индекс потребительских цен и показатели продаж новых домов. Данные по инфляции нам тоже необходимо будет иметь понимание. И эти данные способны тоже будут повлиять, конечно же, на торговлю на фондовых рынках. В пятницу последний торговый день уже января 2021 года. Смотрим на азиатский регион. В Японии опубликуют индекс потребительских цен. Уровень безработицы, соотношение числа вакансий и претендентов, данные промышленного производства. Переносимся с вами на европейский континент. Во Франции выйдут показатели потребительских расходов и данные роста экономики за четвертый квартал 2020 года. Также данные по Германии опубликуют индекс цен на импорт, уровень безработицы и рост ВВП за четвертый квартал 2020 года. То есть мы с вами примерно понимаем, что четверг, пятница могут стать очень сильно волатильными, что для американского рынка, что для европейского. Потому что данные по ВВП нас за четвертый квартал по Европе не должны особо радовать. Мы с вами знаем, что уже в четвертом квартале Европа садилась на жесткие карантинные меры. Поэтому эти данные ждем с нетерпением. В США опубликуют данные личных доходов и расходов, объем незавершенных сделок по продаже жилья и показатель потребительского доверия от Мичиганского университета. В Канаде выйдет индекс цен на промышленную продукцию, показатель цен на сырье и рост ВВП за четвертый квартал. Ну а вечером американская компания Baker Hughes читается об активных буровых установках в Соединенных Штатах Америки и в мире за прошлую неделю. Мы с вами видим, что неделю от недели активность буровых установок растет. То есть нефть добывается в Соединенных Штатах все больше и больше. Конечно же это рано или поздно должно сказаться на котировках нефти. Нефть на прошедшей торговой неделе отправилась в небольшую коррекцию. Пока она находится, конечно же, более или менее в восходящем канале. Но вот-вот может произойти коррекционное движение. Первую цель мы с вами уже обсуждали, это 52-53. Но, конечно же, стоит обращать внимание по рынку нефти это на азиатский регион, в частности на Китай. Потому что мы с вами видели последние несколько торговых сессий, что нефть довольно-таки сильно корректировалась. Но корректировалась не только нефть, корректировались все товары, сырье находилось под давлением. Почему это происходит? Потому что коронавирус в Китайской Народной Республике продолжает свое наращивание. Количество зараженных в Китае растет. И мы с вами уже в последних нескольких видео это обсуждали. Повторяться не будем. Обсуждается вопрос о том, чтобы посадить Китай все-таки на жесткие карантинные меры на время проведения Китайского Нового Года. Это все, конечно же, не добавляет оптимизма игрокам на сырьевых рынках. Если мы с вами смотрим, как торгуются сейчас вот сегодня Израиль и Саудовская Аравия. Торговались они в отрицательных значениях. И, конечно же, все наше внимание завтра с утра должно быть приковано именно на азиатский регион. Как поведет себя китайские рынки, как поведут себя японские рынки. Именно они завтра будут задавать тренды на торговлю. Напомню вам, дорогие друзья, что мы закрыли прошлую неделю в минусе. И я говорил, что для российского, особенно рынка, важно, как будет происходить открытие. О российском рынке мы буквально чуть-чуть попозже поговорим. Ну а завершая рубрику «Ежедневник инвестора», мы, конечно же, с вами, дорогие друзья, не забываем, что на этой неделе отчитываются крупные компании в Соединенных Штатах Америки. И с точки зрения спекуляции эта неделя будет довольно-таки неплохая. Вывожу вам на экран список самых ожидаемых отчетов в Соединенных Штатах Америки. Лично я бы обратил внимание на такие компании, как Apple, AMD, Facebook, Amazon, Facebook, Microsoft, Johnson & Johnson, Boeing. Ну и, конечно же, мой наркотик – это компания Tesla. Я ожидаю, что во всех этих компаниях, мной перечисленных, будет довольно-таки серьезная волатильность. И большая часть этих компаний нужно торговать на отчетах от Ланга. Но это лично мое мнение. Что по этому поводу думаете вы, дорогие друзья? Обязательно напишите уже в комментарии, будете ли вы участвовать в данных отчетах и как вы будете участвовать от Ланга, либо же от Шарта. Что если говорить про ситуацию на фондовых рынках? Конечно же, мы с вами будем ждать, как завтра будет открываться американская торговая сессия, как завтра с утра поведут себя американские фьючерсы. Мы видели с вами, что американский рынок пытались на этой неделе развернуть все-таки вниз, но особо сильно этого не удалось сделать, потому что технологический сектор NASDAQ именно вытягивал и широкий индекс S&P 500. И мы с вами об этом много раз говорили, что крупные вот эти IT-гиганты занимают более 22% в индексе. И, конечно же, когда NASDAQ шел довольно-таки неплохо вверх, это способствовало удержанию общего рынка, в частности, индекс S&P 500. На этой неделе у компании Spang как раз-таки отчеты и эта возможность поддержать все-таки американские котировки. NASDAQ сейчас довольно-таки неплохо себя чувствует, потому что мы с вами тоже это обсуждали. Я думаю, эта тенденция будет продолжаться. Ситуация с коронавирусом в Соединенных Штатах Америки не улучшается. Байден призывает к тому, чтобы ужесточить ограничительные меры. А, конечно же, если будет ужесточение ограничительных мер, то технологические компании в этот момент будут чувствовать себя довольно-таки неплохо. Ну, конечно же, ситуации и в Европе оставляет желает лучшего. Франция стоит на пороге третьего жесткого карантина. Но здесь будем внимательно наблюдать, тем более мы по Евросоюзу будем получать данные по ВВП. И эти данные в конце недели могут нам все-таки очень и очень сильно помочь. Переносимся мы все-таки и к российскому рынку. Здесь стоит отметить, что на наш российский рынок будут иметь именно очень сильные влияния политические события в нашей стране. Особенно вчерашние народные гуляния, которые прошли от Владивостока до Калининграда. Можно по-разному к этим выступлениям относиться. Я не буду высказывать свою точку зрения, потому что я однажды здесь начал высказываться про ситуацию с Навальным. И, ну, чего я только свой адрес здесь не выслушал. Одно можно сказать, что позитива, конечно же, эти выступления нашему рынку не добавляют. Мы уже с вами видим реакцию того же самого Госдепартамента Соединенных Штатов Америки, что они требуют немедленно отпустить Алексея Навального это раз. Крайне негативно высказываются в адрес действий наших правоохранительных органов, которые на вот этих несанкционированных гуляниях по всей стране были задержания. Конечно же, не всегда эти задержания происходили мягко. В сети интернете есть ролики, где органы правопорядка вынуждены были применять и силу. Обоснованно, не обоснованно, это пускай уже разбираются следственные органы. Но факт остается фактом, что, конечно же, вот был создан этот прецедент. И от Запада мы пока особо сильной реакции не видим. Я думаю, эта реакция последует в очень ближайшее время. Лично я к этим выступлениям скажу следующее. Отношусь нейтрально, да, то есть каждый имеет право, конечно же, высказаться. Но я крайне негативно отношусь к этим гуляниям с точки зрения того, что было очень и очень много молодежи. То есть было присутствие и несовершеннолетних, и что они делали на этих выступлениях, лично мне непонятно. Да, у каждого есть своя политическая точка зрения. Она кто-то за власть, кто-то против власти. Но одно остается фактом, что, конечно же, привлекать к этому делу несовершеннолетних детей, но я считаю, что это неправильно. Но если смотреть на заявление того же самого Госдепартамента Соединенных Штатов Америки, то здесь, конечно же, становится ясным и понятна двоякая позиция тех же самых Соединенных Штатов Америки. Мы с вами прекрасно помним, да, как те же самые демократы относились к выступлениям внутри своей страны, когда сторонники Дональда Трампа устроили мирное шествие на Капитолийском холме. Мы с вами прекрасно видим, как преследуют сторонников Дональда Трампа, их объявляют внутренними террористами, запрещают теперь авиаперелеты, им грозят сроком. К тому же самому Дональду Трампу грозит импичмент, да, хоть и задним числом, вот как раз-таки завтра на НСПЛОСИ будет передавать этот документ в Высшую Палату Конгресса. Но, как всегда, двойные стандарты у Соединенных Штатов присутствуют. Одно можно сказать следующее, что прецедент с выступлениями создан, и я думаю, что в 2021 году таких народных гуляний мы еще увидим не один раз. Конечно же, крайне негативно это все будет отражаться на фондовом рынке Российской Федерации. Мы с вами в четверг и в пятницу увидели довольно-таки серьезное ослабление нашей национальной валюты. Доллар закрылся на отметке 75 рублей 30 копеек. Фактически мы перешли в тот разряд, когда сломлен вот этот диапазон 73-75. Если завтра открытие произойдет примерно на этих значениях, либо выше, здесь можно говорить о том, что, скорее всего, наша национальная валюта пойдет к рубежу 76 рублей за один американский доллар. Конечно же, стоит посмотреть, какие выступления и какую риторику займет тот же самый Евросоюз по Алексею Навальному и тем граждан, которые были задержаны на вот этих народных гуляниях в субботу 23 января. Но я думаю, что риторика Евросоюза будет не особо отличаться от риторики Государственного департамента Соединенных Штатов Америки. Все это, конечно же, будет давить на нашу национальную валюту и, конечно же, мы с вами не забываем, что в паре рубль-доллар сейчас присутствует такой момент, что Центральный банк вместе с Минфином Российской Федерации производит закупку валюты в размере 7,1 миллиарда рублей. Это довольно-таки существенный закуп идет и все это будет, конечно же, давить на нашу национальную валюту. Но одновременно с этим стоит помнить, что завтра вот эта предстоящая торговая неделя это пик налогового периода и своего рода, конечно же, поддержку нашей национальной валюте это может оказать. Все вышесказанное, конечно же, нужно смотреть и на ситуацию нефти. По нефти мы смотрим, конечно же, на азиатский регион, как отторгуется завтра Китай, как они будут реагировать на ситуацию с коронавирусом внутри своей страны. Если ситуация не будет улучшаться и у игроков будет начинаться такое мини-паническое настроение, то нефть окажется под давлением, что своего рода окажет давление и на наши котировки акций, и, конечно же, окажет и давление на нашу национальную валюту. Одним словом, завтрашний день он становится таким решающим с точки зрения, куда пойдет фондовый рынок. Я все-таки продолжаю ожидать коррекционных движений. Здесь это связано не только с Алексеем Навальным, но я думаю, что здесь уже и сезонная коррекция должна будет начинаться. Февраль-март месяц это традиционно слабые месяцы для фондового рынка, особенно для фондового рынка Российской Федерации. Мы здесь должны разгрузиться и набираться уже сил перед дивидендным сезоном, который будет начинаться в середине апреля месяца. Февраль-март месяц это те месяцы, когда необходимо все-таки переходить в более защитные активы, это в валюту, либо в те же самые золото добытчиков. Я думаю, что вообще в 2021 году золото будет впереди планеты всей, но об этом мы уже много-много раз говорили. Посмотрим на самом деле, как повлияют вот эти массовые гуляния, которые происходили в субботу, завтра на игроков. Я думаю, что риторика довольно-таки будет негативной и наши акции продолжат находиться под давлением. Особенно, конечно же, будет находиться это наше народное достояние акции компании Газпром, потому что это дает лишний повод Евросоюзу усугубить риторику в адрес того же Северного потока. Но одновременно с этим не забываем, что будет доводский форум, может быть оттуда последуют какие-то дополнительные позитивные речи. Поэтому неделя такая противоречивая, будем внимательно все-таки наблюдать. Я все-таки сторонник того, чтобы находиться большей частью сейчас в кэше и заниматься какими-то спекулятивными действиями на сезоне отчетности в Соединенных Штатах Америки. На этой неделе, еще раз повторюсь, довольно-таки много компаний, которые будут придавать свои финансовые результаты гласности. Конечно же, здесь можно будет на чем заработать и особо не думать пока о каких-то более таких долгосрочных, среднесрочных покупках. Необходимо все-таки дать рынкам откорректироваться. Дорогие друзья, вот сегодня такое небольшое, очень короткое видео. Если видео понравилось, ставьте обязательно лайк, если видео не понравилось, ставьте обязательно дизлайк, пишите свои комментарии, пишите свои мнения, пишите свои вопросы. Можете помочь данному каналу развиваться, это если отрепостите видео где-нибудь у себя на тематическом форуме, в тематических чатах. Также вы можете проспонсировать данный канал, получите разборы компаний Полиметалл и Сургут Нефтегаз, которые проводятся в рамках портфеля инвестиций с нуля. Не забывайте нажимать на подписаться и на колокольчик, чтобы не пропускать наши следующие видео. Ну и конечно же, не забывайте подписываться на наш открытый телеграм-канал, на наш канал в Яндекс.Зене и на наш аккаунт в Инстаграме. Все ссылки на наши ресурсы есть в описании и в закрепленном комментарии. Я же с вами, дорогие друзья, уже прощаюсь и увидимся мы с вами завтра, когда будем делать ежедневный вечерний обзор рынков и там уже ситуация станет более или менее понятна. Два дня мы увидели красный, если неделя будет открываться тоже с коррекционного движения, то тогда фактически можно будет говорить, что коррекционный тренд на фондовых рынках мира уже начался. Ну и конечно же будем смотреть за политической ситуацией в России, конечно же, какие будут делаться заявления по поводу Алексея Навального, по поводу вот этих выступлений, действий правоохранительных органов и так далее. Лично я считаю, что, вот в конце добавлю, что выступление было провальное, таких особо массовых выступлений не было, как планировалось, да. Но пока что это только начало, предвыборный год только лишь начался и ожидать, что в самом начале мы получим такое сразу же большие выступления, большие недовольства. Пока что не стоят выборы у нас только в сентябре, ну а сейчас потихонечку начинают расшатывать политическую ситуацию в России. Но опять-таки это лично мое мнение, что по этому поводу думаете вы, обязательно уже пишите в комментарии. Я же с вами прощаюсь, увидимся с вами завтра, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok